Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Дубрижар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все приборы, приспособления и ингредиенты, которые я буду использовать в этом ролике, вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Перейдя вот по этой ссылке, также она будет внизу в описании. Также рад вам сообщить, что теперь при регистрации в личном кабинете на нашем сайте. По ссылке в описании вы получаете 500 бонусных рублей, которые можете потратить на свои покупки. Я уже неоднократно делал вишневый самогон, ссылка на эти ролики будет внизу в описании. Но в этом году решил сделать еще. Ну, во-первых, чтобы пополнить свои старые запасы, которые поискудали за зиму. Во-вторых, все-таки продолжить эксперименты по сохранению вишневого аромата в готовом продукте. Вы очень часто пишите, что вот делал вишневый самогон, что-то не очень он получился, вишня не пахнет и т.д. и т.п. Да, такое, к сожалению, бывает. Поэтому я решил, давайте пройдем эксперимент. Сделаем как бы вишневую брагу, сбродим ее по красной схеме, по белой, потом хочу перегнать еще на тарелках и просто с укреплением. Потом сравним результаты. Где получилось лучше, хуже. Ну, интересно же, согласитесь. Значит, на днях я раздобыл вишню, она уже начала портиться. Как бы, ну, я посмотрел, некоторые ягоды у меня попались, время прожимало, поэтому я не стал ждать до съемки. Все сделал за кадром. Ну, начало. Тут, в принципе, не так уж много интересного было. Значит, что я сделал? У меня было 12 килограмм вишни, она, кстати, довольно кислая была. Я ее перебрал, удалил плодоножки, все перемял вместе с косточками. Обращаю внимание, вместе с косточками. Вот для меня вишневый самогон без косточек, ну, просто не существует, наверное. Вот получилась вот примерно вот такая вот каша. Затем в перегонном кубе нагрел до температуры 70-75 градусов Цельсия. Это я сделал для того, чтобы вишня лучше отдала свой сок. Проблема вишни в том, что она очень охотно дает сок. Тут есть два варианта заставить ее это сделать. Или нагреть ее 75-70-75. Или же добавлять специальные препараты. Ну, нагревать, мне кажется, все-таки дешевле. Затем, значит, после того, как я нагрел, оставил остывать до комнатной температуры. Вот в эту бочку добавил 25 литров воды, чистой питьевой. И инвертировал 5 килограмм сахара. 5. Для фруктового браги все-таки лучше использовать инвертированный сахар. Как инвертировать сахар, будет отдельное видео. После того, как вишня у меня остыла, я в этой браги все смешал. Инвертированный сироп, нагретую вишню, которая остыла, обращаю внимание, и 25 литров воды. Вот в этой бочке я все смешал. Затем добавил пакетик дрожжей густо, фрукт. Брожение началось довольно быстро. Буквально через час уже поднялась шапка на поверхности. Прошло три дня. Пора отделять брагу от мезги. Значит, фильтрую с помощью сито и мерной кружки на 2 литра. Затем разделю брагу на две равные части. Одну оставлю бродить без мезги, по белой схеме, а вторую оставлю с мезгой. Просто добавлю всю мезгу, все, что осталось, во вторую половину браги. Продолжу брожение по красной схеме, с вишней. Да, такой момент. Смотрите, опять, я никогда этого не делал, но где-то вычитал на форуме. Потом, правда, когда похватился, стал искать, но так и не нашел где. В общем, я взял косточки все, собрал из браги, когда процедил. Ну, сколько смог насобирать. Они на дне прямо лежали. Когда все слило, косточки лежали на дне. Я вот насобирал, получил где-то треть трехлитровой банки. И залил это спиртом. У меня самый крепкий был 80%. Я помню, что там писалось про спирт. Идея какая? Потом, когда получишь самогон вишневый, кто-то предлагал купажировать вот настоем на спирта на косточках. Вот попробуем. Я пока не знаю, самому интересно, но в любом случае идею нужно проверить. Пока вы должны понять, что я собрал все косточки, где-то треть трехлитровой банки и залил их спиртом 80%. Пока ждем окончания брожения. Вот перед вами на экране емкость с брагой по белой схеме, без мезги. Видите, брожения нет, остановилось. На поверхности ни пены, ни пузырей. А вот по красной схеме, с мезгой. Здесь тоже видно, что мезга опустилась. Тоже брожение, по сути, закончилось. Ну, то, что иногда что-то всплывает со дна, это, скорее всего, донные газы, назовем это так. Значит, по красной схеме бродила чуть дольше брага, буквально на один день. Но, в целом, закончили бродить они примерно одинаково. Повторюсь, сегодня ровно неделя прошла. В браге по белой схеме пены, кажется, даже было больше, чем по красной. Сейчас я солью брагу с осадкой и покажу вам следы на стенках бродильной емкости. Что интересно, брага без мезги более насыщенно пахнет миндалем, прямо как амаретто. Брага с миской менее насыщенная. Тут пробивается какая-то, знаете, брожная нотка, что ли. Пока по запаху мне больше нравится брага без мезги. Ну что ж, снимаю брагу с дрожжевого осадка и на перегонку. Вот смотрите, я снял брагу с осадка. Видите, какие следы от пены на стенках. Получилось у меня ровно 16 литров браги. Хотя, по сути, это бессмысленно, но я знаю, что многие любят это делать. Показываю значение спиртометра. Видите, он показывает в районе нуля. Брага на вкус не сладкая, приятное вишневое вино такое, немножко терпкое. Заливаю эту брагу перегонный куб. Перегонять буду в режиме под стил на самогонном аппарате люкс. Значит, максимальная скорость, как обычная, без отбора голов, хвостов. Отбирать буду до суха. Ну, если вот хватит терпения, то буквально до нуля. Хочу вытащить отсюда весь спирт и ароматы. Использую, кстати, одну медную насадку. Вот здесь она в отводе. Вот в самом начале. Ожидаю, что брага может пениться, поэтому капнул сюда пеногосителя с офиксил. Буквально чуть-чуть каплю. Брагу по красной схеме. Буду перегонять также в режиме под стил, но вместе с мезгой. Задействую в фальш дно, чтобы не пригорела вишня ко дну. Тоже на максимальной скорости до суха, без отбора голов и хвостов. Итак, после первой перегонки у меня получилось по белой схеме 5 литров спирта сырца крепостью 35 градусов. Отбирал до суха. До крепости в струе менее 5 процентов. Дальше уже терпения не хватило. Да и струя уже откровенно, не то что, не скажу, воняло. Ну как-то неприятно уже пахло точно. Значит, закончил отбор, когда на термометре в кубе было 99 градусов Цельсия. По красной схеме у меня получилось побольше. 7 литров. Крепости 32 процента. Тут тоже отбирал до суха. Значит, что буду делать дальше. Спирт сырец, полученный по красной схеме, я решил перегнать на полуторадюймовой колонии Царге, набитой медной насадкой без дефлегматора. Давайте сейчас соберу аппарат и расскажу, что буду делать дальше. Итак, смотрите, у меня самогон аппарат Сириус Царга 50 сантиметров. Я набил ее медной насадкой РПН. То есть, у меня здесь 5 ПЖ. Значит, длина одного ПЖ 45 сантиметров. Значит, теперь спирт сырец. У меня, помните, было 7 литров по красной схеме. Я разделил на две части. Причем, не на равной части. Одна 4 литра, другая 3. Значит, вот сейчас буду перегонять первую часть, которая 4 литра. Соответственно, я добавил сюда 1 литр настоя косточек. Помните, вначале я вам рассказывал? Вот косточки залил, когда я там спирта 80 процентов. И вот литр вот этого настоя добавил сюда. Итого у меня здесь 5 литров спирта сырца. Крепость, я сейчас замерил, 35 градусов. Ну, выливаю перегонный куб. Видите, немножко косточек, которые плавали наверху. Я не стал их убирать, так и оставляю. Все, готово. 5 литров. Так, 35 градусов. Так, включаю, чтобы время не терять. Ставлю максимальную мощность. Пока нагревается, я, значит, собираю аппарат. Так, так. Ну все, подключаю воду и буду делать вторую перегонку. Сейчас подожду, как нагреется и расскажу, как я ее делал. Значит, смотрите, я уже отобрал голову. Нагрев был на 2 киловаттах. Нагрелась довольно быстро, буквально 12 минут и все закапало. Закапало при температуре внизу 78,2. Значит, голову отбирал струей, ну, совсем немного. Все ароматы фруктового самогона находятся в самом начале. Если обычно мы отбираем где-то 10-15 процентов от абсолютного спирта, то здесь лучше отобрать 5-7. Ну, я, честно, даже не рассчитывал, сколько их должно быть. Я отбирал по запаху. В общем, вот как только прошла вот эта химозная отдушка такая вишневая, я прекратил отбирать головы. Вышло тут, знаете, получается где-то в районе 70 миллилитров, где-то вот так. Меньше 100 даже. Значит, теперь отбираю тело. О, извиняюсь, заболтался, забыл воду включить. Видите, банка запотела. Так, думал, чем-то пахнет так. Так, все, вода идет. Значит, сейчас отбираю тело. На мощности 1 киловатт. Вот с такой вот скоростью. В принципе, все ок. Температура. Ну, в принципе, тут дефлюгматора нет, температура нам особо не нужна. Значит, отбираю голову. До крепости в струе 50 градусов. Все. Ну, еще понюхаю, может, чуть хапану. Ну, в общем, по обстоятельствам посмотрим. Все. Пока отбираю тело. Итак, отобрал тело. Получилось у меня 1 литр 900 миллилитров, крепостью 70%. Значит, как происходил процесс отбора. Значит, на верхнем термометре начал отбирать тело. Я было 77,9. Затем постепенно температура росла. И где-то в районе 85, вот вверху имею в виду, стабилизировалась. Где-то примерно, ну, с литр примерно было в районе 85. Даже никуда не росло. Было как бы на одном значении вот этом. Значит, ну, потом опять постепенно стало расти. Отбирал я до крепости в струе 45. Ну, как я говорил, 50. Но я понюхал. Вроде еще как бы мне нравился запах. Вот на 45 уже как бы не очень. Я прекратил отбор. Получил вот литр 900. Значит, теперь я сейчас вот этот вот, ну, по сути уже вишневый дистиллят, самогон. Я сейчас его разделю на две части. Ну, получается, литр 900, сколько? Почти по литру, 950 миллилитров. Одну разбавлю водой до питьевой крепости, до 42 градуса. А вторую разбавлю опять настоем вишневым вот этим, который я добавлял в куб перегонный. Значит, ну, и потом мы сравним. То есть, с этим ясно, да? Вот я результат получил. Делю на две части. Разбавляю одну водой, другой настоем. Все. Приступаю к перегонке второй порции. Это у меня было 4 литра. Я добавил настой и перегнал. Теперь у меня осталось, вспомните, 3 литра. Сейчас я аппарат промываю, убираю и приступаю к перегонке вот этой второй порции. Итак, я перегнал вторые 3 литра. Значит, тут я уже настой не добавлял, просто вот как было у меня 3 литра. С крепостью, помню, 35 градусов воды я не добавлял в куб, так залил и перегнал. Все то же самое, как я вам сейчас показывал. Голову отобрал здесь вообще, получилось даже меньше 50 миллилитров. Ну, честно сказать, вот эти головы как-то порезче, что ли, чем первые были. 50 миллилитров голов. И 1100 миллилитров тела. Ну, по сути, литр. Крепостью 70 процентов. Значит, обращаю внимание, косточек кубы я не добавлял. Это я уже сказал. Значит, и теперь вот этот вот перцерец также делю на 2 части. И один опять разбавлю водой, а другой уже настоем из косточек. То есть, было 2 перегонки, но напитка у меня получится 4. Так, я понимаю, что, возможно, вы уже запутывались вот с этими банками, поэтому акцентирую внимание, что все вот это более чем подробно я опишу внизу под видео. Возможно, так, когда вы прочитаете, будет более понятнее. Если в двух словах, то спецсредств я разделил на 2 части. Одну часть перегнал с настоем косточек, а вторую без него. И результаты опять же я разделил на 2 части. Опять разбавил водой и косточками. И затем вот эти 4 результата мы сравним, какой будет вкуснее. Ну, и у нас осталось еще 5 литров спиртного сырца, который я получил из браги, сброшенной по белой схеме. Его я решил перегнать на тарельчатом самогонном аппарате Титан. Самому интересно, какой же результат получится. Давайте я сейчас соберу этот аппарат, и мы приступим. Итак, значит, собрал я Титан вот в таком виде. Холодильник, он же теперь у нас дефлегматор, направлен вверх. Узел отбора, тарельчатая колонна. Как видите, все просто. Значит, единственный нюанс, вот здесь внизу, давайте покажу. Вот так. Вот. Видите? Установил медную насадку. Один пыш. Вот один пыш установил. Сейчас еще пару слов об этом скажу. Опа. Так. Это был. Прокладку. Значит, вот по поводу тарельчатой колонии. Ну, в интернете можно встретить, как бы прямо противоположное мнение, что тарельчатая колонна должна быть только из меди. Потому что она используется для перегонки фруктовых и зеленовых брак, потому что позволяет сохранить органолептику при высоком качестве продукта. Это как бы прописаны истины. У нас же колонна, видите, из нержавейки. Тут какой нюанс? Как правило, мы на колонии перегоняем же в основном спирт-сырец. Мало кто будет перегонять на колонии брагу, даже на тарельчатой. В основном вот эти все процессы, взаимодействие меди и серы, они происходят же в браке. В сырце это постольку-поскольку. Опять же, потом читить медную колонну – то еще удовольствие. То есть, есть как бы прямо противоположное мнение. Кто-то считает, что колонна должна быть из нержавейки. Мы, значит, получается ориентируемся на тех, кто считает, что должна быть из нержавейки. Медный пыш, как я вам показал, установить можно. Вот, без проблем. Я его сейчас установил. При первой перегонке мы использовали медные пыши для перегонки в режиме подстил. Помните, я вам показывал? То есть, как бы все вот эти вот, как сказать, требования по использованию меди при перегонке фруктовой браги мы собрали. Ну и посмотрим, какой будет результат. Исходные данные. Перегонный куб я залил 5 литров спирт-сырца крепостью 35 градусов. Включаю нагрев. Немножко неудобно. Ставлю на максимум. Значит, нагреваю. И будем отбирать голову. Пока ждем. Ну что ж, процесс пошел. Смотрите, пока отбирается голову, вкратце, как я подключил воду, вот вход воды в нижний вход до охладителя, затем до охладителя перемычка в холодильник, он же теперь дефлегматор, и выход сверху. Все как обычно. Значит, после 75 градусов Цельсия в кубе я включил воду. Соответственно, кран пока на узле отбора был закрыт. Колонна прогрелась. Начался барботаж. И начал отбирать головы. Вот сейчас, кстати, идет процесс. Мощность, кстати, я нагревал, напоминаю, на 2 киловаттах, затем уменьшил до 1 киловатта. Вот сейчас 1 киловатт. Значит, головы отбираю, видите, такими длинными каплями. Я, опять-таки, даже не рассчитывал, сколько должно быть голову, ориентируясь по запаху. Вот такое. Сейчас. Еще вот есть какая-то отдушка такая. Вроде пахнет неплохо, но не нравится мне. Давайте еще подождем. Вот она уже почти уходит. Так, сколько у нас тут? Так, ну, плохо видно. Давайте сейчас дождусь, вот эта отдушка уйдет. Посмотрю, сколько получится голов. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, ну, еще для контроля. Так, все. Все. Да, в принципе, меня вот так устраивает. Значит, голову у меня получилось. Голов получилось вот в районе, опять, 70-80 миллилитров. Где-то вот, ну, пусть будет 70, хорошо. В процентном отношении, как я сказал, где-то 5-7 процентов, если пока по запаху не ориентируетесь, вот, ну, рассчитайте, значит, и отбирайте так. Так, ну, теперь можно чуть-чуть увеличить скорость. Тело отбирать можно со скоростью где-то 1 литр в час. Мощность нагрева, соответственно, равно пропорционально, вернее, скорости отбора. У меня 1 тиловат, значит, 1 литр. Значит, на верхнем термометре 76,9. И, кстати, значение стабилизировалось. Так, выключился термометр. 76,9. Вот, в принципе, как я и голову отбирал, так и тело. То же самое значение, значит, на него и ориентируемся. Значит, отбираем. Буду отбирать до того момента, пока нижний термометр не покажет 92 градуса. Сейчас у меня 84, то есть отбирать мне еще долго. Ну что ж, приступаю к отбору тела. Даже можно скорость чуть-чуть увеличить. Все, уважаемые, на куры жду, когда здесь не будет 92. Ну, может, даже 93. Опять посмотрю еще по запаху. Жду. Так, вот у меня получилось 1 литр 400 миллилитров, крепостью 93%. Значит, по времени где-то получилось у меня 1 час 40 на перегонку ушло. Но скорость постепенно падает. Так, что теперь? Ну, в принципе, теперь все. С перегонкой я закончил. У меня, помните, получилось 5 напитков. Это вот пятый. Сейчас напоминаю, что я их все разбавлю до крепости 42% и оставлю на 2 недели на отдых. И затем дегустация. И там я уже вам расскажу после дегустации, что тут получилось. Самому интересно. Жду с нетерпением. Надеюсь, вы тоже. Итак, прошло 2 недели. Соответственно, прошла дегустация. И я с радостью поделюсь с вами ее результатами. Но сначала я должен отметить такой факт, что при разбавлении самогона, который я получил на аппарате без дефлегматора, то есть вот этого всего, он побелел. Это вполне объяснимо, потому что там очень много эфиров. Вот, для сравнения, смотрите, поставлю 2 прозрачных самогона рядышком. Тут будет видно. Вот, смотрите, этот самогон полученный, вот самый первый, который я настой добавлял в куб, а этот без настоя в кубе. Вот этот более прозрачный, чем вот этот. Но вот этот был еще более мутнее. Я что сделал? Я взял и пропустил самогон через ватный фильтр. Просто через вату. Без угля, без ничего. Два раза пропустил. У меня, правда, есть специальное устройство такое, насосик с моторчиком, который гоняет самогон. Я его использую для этого по кругу. Ну, если у вас его нет, то можно использовать просто, допустим, воронку с ватой или полторашку, разрезать половину. Ну, это, в принципе, помогает. Вот этот я не стал через ватный фильтр пропускать. Вот видите, да? Он мутноватый. А вот этот, в принципе, помогло. Вот, берите на вооружение. Но, в целом, имейте в виду, что самогон, скорее всего, помутнеет. Причем, начал мутнеть еще, когда было, знаете, 50 градусов. Я думал, что, ну, хорошо, разбавлю побольше. Может быть, и не помутнеет. Нет, ничего подобного. На 50 помутнел. Ну, тогда уже подумал, ну, что я буду пить. Ну, крепкий самогон, вот такой не очень вкусно, режет. Все-таки разбавил до 42. Он помутнел, через ватный фильтр пропустил, и получилось вот так. Ну, в общем, я отвлекся. Давайте уже к результату дегустации. Итак, начну с победителей. Смотрите. Первое место занял вишневый дистиллят, полученный путем двойной перегонки браги, сброженной на инвентированном сахаре, с вишневой мякотью, на самогонном аппарате с саргой 50 см, набитой медной насадкой, без дефлематора. И затем разбавленный вишневым настоем косточек из расчета 1 литр самогона на пол-литра настоя. И это, вот, нетрудно догадаться по объему в банке, потому что он всем понравился. Значит, еще раз вы поняли, то есть это обычный самогон. В куб я настой не добавлял, просто вишневый самогон, который перегнал и разбавил уже готовый самогон настоем из вишневых косточек. Получился очень ароматный и вкусный напиток. Ароматный, ну, просто обалденный. Сначала идет такая, знаете, густая нотка вишни, потом в конце тонкая-тонкая нотка косточки, но вишня доминирует. Получается такая интересная игра, как бы вишня-косточка, вишня-косточка, но вишня выигрывает. На вкус очень мягкий, насыщенный напиток. Это как раз тот случай, когда вот аромат соответствует вашим ожиданиям. Бывает, что понюхаешь, о, какой классный аромат. Пробуешь, а там совсем не то. Вот здесь полностью соответствует вашим ожиданиям. Божественный аромат и очень вкусный вкус. Вот этот насыщенный вишневый вкус даже закусывать не хочется. Очень приятное вишневое послевкусие. Резюме дегустационного совета просто великолепно. И второй победитель, у них, в принципе, первое место на двоих поделено. Это вот это. Вишневый самогон на тарельчатой колонии. Здесь легкий, тонкий аромат вишни. На вкус очень нежно и легко, и мягко. Такое приятное легкое послевкусие. Причем это всего прошло две недели. Через пару месяцев ситуация с этим напитком должна улучшиться значительно. Вот однозначно, это очень классная вишневая водка. Если здесь как-то более в сторону насыщенности, то здесь это все нежно, но тоже очень вкусно и мягко. Вот однозначно, вот это победители. Ну и вкратце по остальным образцам. Может кто захочет попробовать или повторить. Значит, вот эти банки. Это вот самая первая перегонка, когда я еще добавлял настой косточек в перегонный куб. Значит, вот эта беленькая, которую я разбавил на выходе водой. Запах вишни, причем очень перезрелой вишни, которая уже лопнула от спелости. Знаете, есть такие нотки душистого сеновала, что ли. Как будто переспелая вишня лежала на сене. Но в то же время есть как бы и перепрелые нотки. Вроде как шелковица, знаете, когда лежала под деревом. Вкус очень мягкий, как вишня с листьями. В общем, мягко, вкусно, но есть и легкие травяные нотки. Значит, вот этот, который я разбавил уже настоем косточек. Тут, смотрите, в итоге, вишневый пьянящий аромат с оттенком косточек. Первая нотка косточки, но очень-очень нежная косточка. Как будто не сама косточка даже, а всего лишь ее ядрышка. Очень точно характеризует этот напиток вишневая пралине. По вкусу очень похожа на этот десерт. Ну и последнее, вот это. Вишневый самогон без настоя. Первое, что бросается в нос, это сладковато-карамельный запах. В окусе очень слабо чувствуется вишня. Сам напиток резче, чем все остальные, и грубее. Что интересно, по сути, вот это же и есть вишневый самогон, что мы обычно и делаем. Ну, я, в всяком случае, его делал раньше. Но вот теперь, по сравнению с другими вариантами, он оказался хуже, чем все другие образцы. Есть о чем задуматься. Если вы запутались, понимая, что много банок, тут настой, не настой, вода, не вода, то еще раз напоминаю, что все, что я вам сейчас показал и рассказал, я изложу в текстовом варианте внизу в описании. У меня все. Нажимайте на большой палец вверх, подписывайтесь на канал, и не забудьте нажать колокольчик. Переди у нас еще есть много интересных рецептов. Напоминаю, что внизу в описании ссылки на наши социальные сети ВК, Дзен, Одноклассники и прочее. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий и участвовать во всех наших розыгрышах и других активностях. С вами был я, Дмитрий Лафетников, и производственная компания «Добрый жар». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok